Привет, друзья! Давайте немного вспомним, что уже было проделано. Начали мы с устройства платформы, не забывая все обильно обливать септиком. Когда были смонтированы лаги, приступили к утеплению платформы минеральной ватой. Затем накрыли все это черновым полом из доски и приступили к возвездению стен и перекрытия антресоли. Антресоли, где будет устроено спальное место. После этих работ добрались до крыши, где начали делать стропильную систему нашего мини-домика. Затем завершили работы со слуховым окном, где добили стропильную систему. Выполнили установку связи по каркасу, чтобы наш домик воспринимал и травы, и нагрузки, и имел жесткость. А затем приступили к работам по монтажу мембраны, по покрытию и стенам. Ну что, полетели? Привет, друзья! Наконец-то тут солнышко у нас пропало. Можно немножко на так паре, скорее всего, что дождь будет. Вот, поэтому я вот, смотрите, вчера тут еще какие-то тущи набегали. Накрыл клеенкой пока. Сейчас будем делать это второй обрешетке. Сейчас вот мембраны и стены протяну. И будем приступать к нашему дому. Ведь в том году, помните, я настивал клеенкой, смотрите. Под клеенкой ничего не растет. Вот. Земля. Сухая вообще просто. Только прелая была, когда я открывал. Так что, если хотите избавиться от растительности, не нужно накройте клеенкой. Там все само погибнет. Вот. Поэтому сейчас я буду мембраной вокруг обтяну. И все это, знаете, чем обусловлено? Я больше так делать никогда не буду. Если что-то буду строить, никогда я не буду делать этот поддон. Потому что сейчас, если косой дождь, у нас еще, видите, пароизоляция тут все открыто. Утеплитель укрыт. Надо его защитить. А делал бы это я потом. То есть, когда внутрянка будет, снаружи все будет сделано, можно было бы спокойно делать внутрянку. А так, беспокоишься, дождь, не дождь, мне вот эта технология не очень нравится. Либо эту пароизоляцию как-то выкидывать наружу надо. Но это тоже бред. Все равно вода будет скапливаться. Не знаю. Мне, короче, не очень нравится технология. Лучше по старинке. Снизу потом попрошивать досочки так. Уложить сетку, потом мембрану и утеплителем закидывать, когда внутреннюю работу вести. Когда контур здесь закрыт, и осадки никакие не могут попасть. Так что, это хорошо, что нам с погодой так произвело, как могли бы все замочить. Вот поэтому сейчас эти леса убираем. И потихоньку буду вводить мембранку. Так что все, работаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят, смотрите. Прошлись в одну сторону, сделали. Сейчас немного отвлекался по работе, позвонили. Я вот думаю, может вторую сторону, ой, вторую полосу начать клеить. Либо, либо крышу начать. Крышу тоже важно. Наверное, сейчас начнем с крыши, а эту вторую часть завтра закручу. Пока подбиваю обрешетку. Сделаю обрешетку, чтобы вверх чуть-чуть подниматься и подняться. У меня 2700, а нарезаны бруски под обрешетку все 1500. Получается, надо 1500 сверху добивать и здесь кусочками какими-то начать. Начнем с этого. И потом, по мере того, как будет получаться, буду освещать вам, показывать сие мероприятия. Тут, в принципе, ничего сложного. Это уже видео, наверное, достаточно и много всего. Ну, я просто покажу процесс, что можно даже одному это клепать. Так что смотрим, ну, вдвоем было бы намного проще. Так что, вперед! Сейчас решил все-таки начать обрешетку прибивать, потому что хочется закрыть крышу нашу мембрану, чтобы вода не попадала. Но обрешетку я буду крепить предварительно, пройдясь. Там, где я скотчем ступал. Ой, скотчем. Скотчем-степлером крепил. Буду вот такой вот из испановской вплотнительной лентой еще прогонять. Не знаю, насколько это надо. Расскажите. Я еще буду проклеивать из испановским вот этим уплотнителем. Не знаю, насколько это нужно, но говорят, рекомендуют, надо так делать. Поэтому последуем этому совету. Вот что-то похоже. Мы будем делать так. По чуть-чуть я пройдусь. Сейчас накидаю первую обрешетку, чтобы можно было выше туда подниматься. Как раз эти кусочки нам даже, наверное, лучше, чем сразу забивать полторашку. Поэтому потихоньку так вот пойдем. Вот так вот прошли мы нашу контрабрешетку. Ну, пока с одной стороны. Сейчас, не знаю, на другую сторону пойду. Только я не знаю, там лестница будет дотягивать или нет. Там такой обрывчик. Включить будет немножко стрёмно, наверное. Но я думаю, нормально будет. Постараемся сделать. Среди какие-то тучи ходят. Ну, вроде как они мимо проходят. Пускай мимо и проходят. А мы пошли дальше работать. Ну, так, друзья. Обрешетку вот эту первую, контрабрешетку первую вот эти. Закончил. Останется. Останется. Завтра первые штучки набить. Я еще не определился, какой я все-таки кровлю хочу. Фальцевую. Или все-таки обычную металлочерепицу. Не знаю, пока подумаю. Но за это зависит шаг обрешетке, как я буду бить. Про фальцевую кровлю ничего не знаю. Надо будет почитать про нее. Какой шаг обрешетке идет. А сейчас я еще добью вот эти вот две мембраны натянул. Досочкой 20 на 40 простучу, чтобы ничего не отрывалось. А это у нас будет использоваться как воздушный зазорчик. 20 миллиметров. Пускай там свистит. Ну, это я вам еще чуть-чуть покажу. А так давайте дальше продолжим. Продолжение следует... Видите, не получится. Не получится добить. Потому что еще перенахлёст будет. Надо завтра сделать второй слой мембраны. Уложить. И тогда, и тогда будет все чики-пики. Так, дорогие подписчики, сегодня будем заканчивать. Потому что уже и так усталость какая-то есть. Хотел еще вот это вот начать мембрану сам кидать второй ряд. Как-то тяжеловато. Думал, приедет Славик вдруг. Но у него там свои дела какие-то неотложные получились. В итоге получается завтра будем тоже как-то пыхтеть, пыхтеть. Но попытаемся сделать. Главное, чтобы вот крышу накрыть, крышу и мембраны затянуть. И тогда можно потихоньку что-то уже так доделывать. То, что надо доделать с ручником. А еще главное вот это вот все убрать. Сейчас дожди пойдут. Тут доски открыты. Очень много. Поэтому тут еще работа предстоит. Сегодня у нас еще один день такой по обтягиванию мембраны и набитию об решетке. Приехал друг Славик. Сынер-балки, который был, помните, из этих серий. Вот. Сегодня мы приступим. Сейчас вот повытаскивали доски и будем протягивать мембрану. Тоже по периметру протянем. Дальше полезем на кровлю. Я еще до сих пор не знаю, какую кровлю делать. Фальцевую или металлочерепицу. А это важно. Потому что обрешетка у фальцевой кровли, как я подсчитал, если угол меньше 14 градусов, практически сплошная бьется. Но у меня тут больше. Но в другом месте, там, где слуховое окно, будет сплошной настил. А здесь можно, наверное, разрядить шагом 100. Доски вроде бы хватает, поэтому, я не знаю. Надо что-то определяться. Просто металлочерепицу намного легче монтировать и можно самому это сделать. А вот фальцевую кровлю, я как-то посмотрел, монтаж, там много каких-то приспособств надо, я не знаю. Ух, подумаем. Ну, скорее всего, что я остановлюсь на фальцевой кровле. Ну, будет видно. Сейчас посмотрим. Вот я еще дам себе немножко полдня напередышку. И посмотрим, какую мы будем все-таки бить обрешетку. Так что пошли работать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребят, я сейчас по минимуму снимаю, потому что у меня заканчивается память и получается, надо как-то так чуть-чуть осветить процессы, которые у нас идут. Вот мы уже прогнались в вторую сторону и наше слуховое окно тоже уже закрыли. Остались нам только фронтоны сделать. Но это уже сейчас я буду сам делать. Тут все у нас закрывалось. И сейчас мы приступаем к мембране, которую надо проклеить на кровле нашей. Сейчас набиваем обрешетку. Все-таки я решил делать фальцевую кровлю. Тут не так много квадратов, так что, в принципе, пойдет. Я сейчас поузнавал. Сказали, что, в принципе, можно самостоятельно работать с клик-фальцем. Такое будет у нас такое крепление. Поэтому посмотрим. Будем, короче, уже на фальцевую кровлю рассчитывать. Если что... Так, как-то. Обрешетка там шагом стояна. Сказала, будет приблизительно... Хотя я сам читал. Там где-то вот... Если больше 14 градусов, можно шагом стоять делать. А как у нас вот здесь слуховое окно, тут окон вообще маленький. Там сделаем сплошной настил. Поэтому начинаем дальше продолжать работу. Извините за то, что видео уже выходит именно... Вернее, не то, что видео выходит. А то, что я уже показываю объект именно в такой момент. Потому что у меня, как я говорил, уже нет места на диске. Куда можно скидывать. Поэтому, смотрите, показываю вам сразу уже готовый вариант. Ну, не готовый вариант, а то, что мы протянули все мембраной. Отстущали рейкой 20-й. Сделали воздушный зазор. Сверху брусок уже набили. Брешетку, контрабрешетку нашу. Я брешетку начали набивать. Все-таки я решил делать фальцевую кровлю. Не знаю, как сколько по стоимости, как получится. Но она явно дороже будет. Ну, эффективнее, зато она смотрится так эффектней. Не эффективнее, эффектней. Не знаю. Ладно, уже если ввязался в этот, пускай так и будет. Немножко на участки прибрался тут. Все. Смотрите, там правда солнышко вам. Доски все накрыл. Поубирался так. Из большего. Наверное, на следующей неделе приедем. Вот как домик выглядит изнутри. Смотрите. Пока как-то так. Вот такие у нас дела. Вы были на канале Леводский Хаус. Если вам это видео понравилось, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»